Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале Squadboard Shop. И в этот раз, вы не поверите, мы вещаем прямиком из Еревана. Да-да, друзья, вот этот новый магазин в Ереване, потому что в Москве никого не осталось. Ну, шутка, конечно, все остались, кому надо. Друзья, расскажем про коллаборацию, про которую очень давно хотелось бы рассказать, которая очень интересна, и мне она интересна тоже как человеку, которому безумно нравится поп-культура. А именно о коллаборации бренда Diamond Supply и крестного отца тяжелого рока, тяжелого металла, Оззи Осборна. Поэтому не переключайте ваши YouTube-каналы. Ну что, я думаю, что нет, наверное, сейчас таких людей, которым имя Оззи Осборн не знакомо. Потому что, несмотря на то, что начинал этот человек в безумном андеграунде и музыкой, которая была абсолютно непопулярной, за время своей карьеры человек успел стать звездой MTV. Человек стал участником, и его именем названо одной из, наверное, самых популярных и самых необычных в то же время форматов живых шоу, которое так и называется, Семей Косборнов. Наверное, кто из вас помоложе его смотрел, кто постарше иногда поглядывал, ну или хотя бы слышали про него. Ну а те, кто совсем старше, такие, как я, наверное, еще и знают, что Оззи Осборн имеет отношение к группе Black Sabbath. Давайте расскажу немножко подробнее, почему с таким человеком сделали коллаборацию, потому что рассказывать действительно про него есть, что и есть, что очень много. Оззи Осборну сегодня уже 73 года, то есть, сами можете посчитать, в каком году он родился, и, несмотря на то, что учился он в одной школе вместе с басистом своей группы, ставшей известной Black Sabbath, он тогда с ней не общался, но играть на гитаре ему нравилось. Нравилось это ему намного больше, чем учиться. Гитара — это было что-то, ну, что было бездельничество. То есть, тут даже нужно больше сказать, что Оззи Осборну всю жизнь, наверное, больше нравилось бездельничать, вольнять дурака и заниматься просто, ну, знаете, вот коты. Вот говорят, когда котам нечего делать, они, извиняюсь за слово, бесоебят. Вот, в принципе, подобным, тем же самым занимался Оззи Осборн. Хулиганил, дрался, крал откуда-то. Так как он еще был из неблагополучной семьи, его семья даже не смогла оплачивать обучение в школе, и он после какого-то там класса ушел. Его за драки, его за какие-то мелкие кражи постоянно забирали в полицию. В какой-то момент, когда тоже у него не было денег заплатить штраф и у его семьи, он сел, где научился делать татуировки с помощью иглы. Потом вышел, но подумал, что нет, татуировки делать — это все-таки что-то такое долгое, давай дальше буду херней какой-то заниматься. Пробовал работать помощником сантехника, ну, видимо, насмотревшись тематических немецких фильмов. Пробовал работать грузчиком, видимо, подумав, что силы у меня есть, тоже не особо получалось. Но в конце концов решив, что ему нужно петь. Тем более, вроде как петь он умел. И он сделал объявление, что набирает свою группу. Первое время пел он в каких-то неизвестных группах, потом вместе с группой, которая позднее стала известна как Black Sabbath, они сначала себя назвали Earth — Земля, спели несколько песен, но потом оказалось, что группа Earth уже существует. Ну, представляете, да, уровень экспертизы молодых ребят, которые вообще даже не знали, какие там группы есть, каких нету. Тем более, что у Earth была группа на тот момент такая достаточно уже известная. Поэтому они переназвались как Black Sabbath. Вот тоже здесь есть разные версии, почему они так назвались. Кто-то говорит, что потому что один итальянский фильм ужасов в английском прокате, а Ози Осборн у нас родом из Англии, он как раз назывался «Черная месса», то есть Black Sabbath, «Черный шабаш», и поэтому взяли это название. Кто-то говорил, что нет, этот фильм показывался позднее, скорее всего, еще по каким-то причинам. В общем, получилась группа Black Sabbath, группа безумно успешная, группа, которая уже со своего первого альбома вышла просто с умопомрачительными песнями, которые навсегда влезли в зал славы тяжелого металла. И Ози Осборн не был бы Ози Осборном, если бы он не продолжал заниматься вот тот самый галгул, который я уже употреблял, еще и в составе группы. А тут еще популярность, тут еще деньги есть, поэтому можно заниматься каким угодно непотребством. Кто-то говорит, что проблемы, которые привели к тому, что Ози Осборна выгнали из группы, это было его пьянство и употребление запрещенных веществ, связанное с переживанием им гибели отца. Хотя позднее Ози сам проговаривался, и другие участники группы говорили, что вообще, когда мы начали уже играть, и первый альбом уже стал популярным, я не помню ни одного дня, чтобы Ози был трезвый. В общем, в какой-то момент участники приняли тяжелое решение выгнать человека из группы, который он воспринял даже, может, с каким-то облегчением, и занялся тем же самым, о чем мы говорили раньше, то есть ничего не деланием. И все бы ничего, если бы не дочка его менеджера. Шеннон, девочку звали, которая сказала, ну ты лоботряс молодой, тебе надо деньги дальше зарабатывать. Чувак, что ты сидишь как бы там, ничего не делаешь, у тебя сейчас деньги эти кончатся, иди дальше, пей или пой, ты же это умеешь. Ну, Ози это совмещал и пел, и пил, и со временем решил собрать уже группу имени себя, которую назвал Ози Осборном. Здесь уже началась его сольная история, и история того самого шок-рокера, того самого скандального рокера, которого мы знаем по сегодняшний день. Дело в том, что записав часть песен, прежде чем отправиться в тур, менеджер Ози сказал, что было бы неплохо какой-то контракт со звуковой компанией подписать, а то как ты будешь все это выпускать? Ну да, время было совершенно другое, понятное дело, без знаний в какой-то музыкальной индустрии никаких записей своих особо не выложить, и DIY такого еще даже в стане панков не придумали. Поэтому Ози решил действительно пойти на контакт с звукозаписывающей компанией. По легенде, потому что все, что касается деятельности, особенно ранней Ози Осборна, это из рода легенд, так как это мало кто может подтвердить, сам это Ози сквозь такой, знаете, туман, стелющийся синей веткой, к тому же веткой, которая едет до конечной, а дальше в депо, все это вспоминается. И вот он вспоминает, что они вроде взяли двух голубей белых, чтобы когда был момент подписания контракта, выпустить этих голубей в небо, ну как некую такую вот жест доброй воли, красоту. И действительно, пьяный Ози выпускает одного голубя в небо, все радуются, все хорошо, подписывают контракт. И в это время он берет и откусывает голову живому второму голубю. Это пьяный ублюдок. Это дело действительно на самом деле. И с одной стороны, люди, которые подписывали с ним контракт, в шоке, с другой стороны, подбросив в сторону тушку этого бедного убитого птички, они подумали, что подросткам-то наверняка это понравится. А это время 80-х, время вот таких абсолютно кровавых ужастиков, какого-то такого шокирующего поведения, которое присуще многим героям рок-н-ролла того времени. И действительно так и есть. Пошли легенды, что есть абсолютно безбашенных человек, у которого такое сделано подписание контракта. Появляется внимание к творчеству этой группы, появляется интерес к его живым выступлениям. Тем более, что первый альбом, который не выпускают, Blizzard of Oz, который называется... Здесь игра слов. Такая, знаете, на уровне названий шоу «Уральских пельменей», которые очень любят немножко поиграть в такие слова. Примерно тем же самым намного раньше занимался Ози Осборн. Вместо Wizard of Oz, волшебник страны Оз, он назвал этот альбом Blizzard, то есть снежная лавина Ози. Ну, там Оз был с двумя буквами Z, как у него Z. Кстати, на самом деле, человека зовут Майкл Джон, если не ошибаюсь, а Ози ему такое прозвище придумали еще в школе. Он говорит, я сам не знаю почему, пьяный, видимо, уже тогда был, но, говорит, скорее всего, это случилось, потому что фамилия у меня такая, Озборн. Ну, действительно, Ози Осборн. Я со своей фамилией, ну, тоже очень часто мне пишут там «Привет, Егор», «Егор, как дела?» Еще «Папой Гусел» называют. Ну, понимаете, почему. Вот, короче, продолжаем разговор. И альбом действительно получился классный, но особого внимания удостаиваются живые шоу-группы, потому что на них Ози, понявший, что любит его не только и далеко не за музыку, начинает творить там то же самое, как вот глагол, о котором я уже говорил. В частности, швырять сырое мясо в посетителей. Там даже его менеджер вспоминает, что... Я помню, как-то однажды мне после концерта позвонили и сказали, «Скажите, а чем вывезти пятна крови с футболки?» На вашем концерте вот так удачно сходил. Помните, кстати, да, мы говорили про коллапс группы «Гвор», у которых тоже было тонны крови, ну, ненастоящей крови на концертах. Вот, скажем так, Ози до ненастоящей крови не опускался никогда. И вот это вот расшвыривание мяса, каких-то там требухи и прочего со сцены, со временем переросло к тому, что и посетители начали в Ози тоже швырять всякую фигню. Это были не тухлые яйца, это как раз тоже были змеи, какие-то крысы, дохлые животные. Честно вам сказать, да, ну, вот сегодня я, как бы, что называется, очень надеюсь, что, ну, где-то эти ребята-посетители находили дохлых животных и бросали их господину-артисту, а не издевались над живыми животными, потому что издеваться над живыми животными, ребят, это плохо. Вот. Ну, наркоманы, отребия, подонки того времени, и, как всегда можно было сказать, времена были другие, поэтому... В любом случае вот это вот шокирующее поведение, оно было действительно очень востребовано, очень всем нравилось, и тут появилась еще одна дикая выходка, которая, что называется, вошла в анналы истории. Кто-то бросил на сцену, как показалось тогда абсолютно угандошенному Ози Осборну, игрушку летучей мыши, и он подумал, надо откусить ей голову. Вот. И взял и откусил. Хотя сам Ози потом рассказывал, что было все немножко по-другому. Он говорит, я увидел эту фигурку летучей мыши, думаю, надо засунуть ее в рот, будет прикольно, что я такой типа князь тьмы. Беру эту летучую мышь, засовываю себе ее голову в рот, и она меня кусает за язык. И от шока я откусываю ей голову. Ну, что правда, что нет, какие были мотивы до сих пор, точно это не понять. Но известно только одно, что после вот этого истории он долго лечился от бешенства, потому что боялись, что действительно может заразиться этой опасной болезнью от вот этой вот летучей мышки. Еще несколько альбомов продолжались вот такие вот кутежи. И понятное дело, что подобное поведение, оно не особо сказывается на здоровье артиста. Но с другой стороны, 73 года человеку, сейчас с одной стороны он полностью разбитый. То есть у него там болезнь Паркинсона, у него очень много каких-то еще других болезней. В свое время он упал с квадроцикла и себе поломал кучу этих позвонков. И теперь каждый раз, когда он проходит контроль на вот эту вот рамку, он постоянно звенит, потому что металла у него там очень много. Ну и вообще, если вы смотрели вот это шоу «Семей Косбурнов», вы видели, что человек-то выглядит абсолютно уже никаким. Выходки, конечно, продолжались. Это было и безмерное какое-то употребление наркотиков, и смешивание кокаина с муравьями живыми, и занюхивание, и какие-то еще там вещи, которые там достойны любого страха и ненависти в Лас-Вегасе. Вот, и случаи, когда они уже вместе со своей женой. Кстати, женой стала та самая дочка менеджера, которая ему капала на мозги и продолжала это делать всю оставшуюся жизнь. Ну, в общем, понятное дело, что любили его и за это, и за вот эти вот ужасные выходки, ну и плюс за то, что он действительно очень много сделал для развития тяжелой музыки. То есть просто за то, что ты откусываешь головы, тебя крестным отцом рок-н-ролла не назовут, крестным отцом тяжелого металла. А когда ты откусываешь голову и делаешь еще крутую музыку, твои шансы в геометрической прогрессии увеличиваются. Еще одна очень важная вещь, которую он сделал, и которая действительно там, за что ему честь и хвала, это создание такого праздника передвижного фестиваля Озфест, где собирались лучшие тяжелые группы Америки. Причем тоже, что очень хорошо, что человек не заморачивался, несмотря на то, что когда начался Озфест, сам Оззи Озбурн начал делать уже больше такую балладную музыку, ну типа, как говорится, не до старости же угорать задарма, цитирую Бабангиду, хотя какой этап задарма. В общем, чем ближе к закату своих дней, тем, конечно, спокойнее у него были песенки, но все равно на этот Озфест он приглашал реально интересные тяжелые группы. Многие говорят, что во многом это было сделано благодаря его сыну Джеку Озбурну, который стал там чуть ли не руководителем этого самого Озфеста, но Лим Бискетт, Корн, Падал оф Матт, многие другие группы, которые позже уже начали делать свои собственные туры и свои собственные фестивали, они начинали именно на Озфесте. И это тоже вот такая вот вещь. Понятное дело, что такого величайшего уровня человека, такую глыбу, ну, нельзя было обойти другой поп-культурой. И так как сейчас у нас любят вспоминать старые добрые времена, естественно, Diamond, это лосанджельская компания, решила... Ну, я бы не назвал это прям коллаборацию. Это прям большая коллекция совместная Оззи Озбурна и бренда Diamonds. Что очень приятно, что в нашем ереванском магазине Склод вы можете увидеть почти всю эту коллекцию. посмотрите на сайт, зайдите в магазины. Кепочки, шапочки, такой замечательный аксессуар, как баскетбольный мяч. Кстати, Diamond очень любит баскетбольные мячи классического такого размера делать. В общем, любой, наверное, возможный предмет одежды, ну, кроме, может быть, пуховиков, тоже там есть. Есть футболки, футболки-реглан, которые повторяют моду как раз любители хэви-металла 80-х годов, такие белые здесь с цветными рукавами. Огромные какие-то принты, вот эти вот названия альбомов, куча деталей. В общем, действительно, очень клевая коллекция, которая получилась очень большой и очень интересной. Меня, вы знаете, как такого человека, который глубоко в поп-культуре сидит и, несмотря на всю, как бы, тяжелость, андеграундность, начало творчества господина Ози Осборна, сейчас это неотъемлемая часть популярной уже мировой, наверное, поп-культуры. Поэтому, если вам близка эта музыка, если вам близки какие-то такие безбашенные понятия, хотя, еще раз говорю, ребят, ну, пожалуйста, без причинения вреда братьям нашим меньшим, приобретайте эти замечательные вещи. Если просто вам нравится тяжелая музыка, Ози Осборн – это тот человек, без которого этой музыки бы не было. Обратите внимание на вещи из этой коллекции. Тем более, они есть реально на любой цвет и размер. Даже я, чувак с огромным ростом и весом, себе подобрал футболочку-байку, как говорят в соседней Беларуси, под свой размер. У нас получился очень длинный обзор, но я думаю, что вам было интересно это все посмотреть, было очень интересно меня послушать, потому что я умею красиво рассказывать, а вы очень меня любите. Впрочем, это взаимно. До новых встреч, друзья, и в следующем обзоре мы разыграем повестку. До новых встреч, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова